Ира, а ты любишь летать? Летать очень люблю. Ты знаешь, но больше я люблю спорт. И вот хотела бы у тебя спросить, а ты знал о том, что самбо считается национальным видом спорта у нас в России? Нет, не знал. Как оказалось, я тоже, если честно, об этом не знала. Хотя, ты знаешь, буквально недавно, слушая наше радио, радио Крым, я узнал, что оказывается самбо вид борьбы, который был изобретен в Советском Союзе. Да, вот и я так же удивился. Удивление, да, удивилась. А слово-то какое, казалось бы, иностранное оказывается. Больше на танец, да, похоже, самбо. Но танец, но боевой, да, скажем так. И вот хотелось бы сказать, что трое наших ребят, крымских жителей, будут представлять наш полуостров на первенстве Европы. То есть они вошли в состав сборной России. И я считаю, что это большое достижение для нашего Крыма. И, знаешь, меня еще больше восхищают спортсмены тем, что они как физически развитые, так и интеллектуальные. Несмотря на то, да, какие бы тут стереотипы самые разные по поводу спортсменов. Я должен сказать, что, на мой взгляд, любой спортсмен, который добивается каких-либо значительных результатов, бесспорно, должен обладать определенным средним, выше среднего уровня интеллекта, потому что без понятия тактики и стратегии, наверное, в любом виде спорта не добьешься никаких результатов. Конечно, хотя да, казалось бы, что там сложного, но на самом-то деле, да, нужно просчитывать какие-то стратегии, ходы. И вот интересно мне другое. А владеют ли наши самбисты умением держаться хорошо в мороз и в холод, и закаливаются ли они по утрам? Это зависит от того, насколько они крымчане. Потому что, казалось бы, крымчане, в первую очередь, народ южный и должны к холодам относиться, ну, скажем, недоброжелательно. Однако, оказывается, есть целое направление, которое, собственно говоря, поддерживает тренировку себя в холоде. И называются эти люди, как ни странно, моржи. О том же, как люди проходят моржевание, как готовятся к холодам и как закаливают свой организм, давайте узнаем из следующего сюжета. Проснуться на рассвете и выйти на пробежку. В свои 85 Анатолий Кунгуров начинает каждое утро со здоровительных процедур. Вместе с командой единомышленников и море по колено, уверен мужчина. Тем более, когда речь идет о моржах. Клуб присоединился около 40 лет назад, когда понял, что ни одно из доступных средств не помогает от инфекционного полиартрита и подагры, болезней суставов. Сделал ставку на закаливание и не прогадал. Своей жизнью и здоровьем, чтобы прожить столько лет, я обязан море. Утром, если встал, думаю, сегодня сделай выходной. Нет. Пересилил себя и пошел. Большинство моржей уверяют, ни простудами, ни гриппом не болели уже много лет. Организм привык к низким и даже минусовым температурам. Перед погружением в холодную воду делают простую зарядку. А вот новичкам следует помнить, иммунитет нужно укреплять и развивать так же, как мышцы, постепенно, но регулярно. При этом важно тонко чувствовать свое физическое состояние и не давать организму чрезмерные нагрузки. Гнаться за рекордами профессиональных моржей без должной подготовки опасно для здоровья. Мы все равно, если температура 38, все равно идем и купаемся, несмотря ни на что. Закаливание противопоказано при гипертонии, болезнях сердечно-сосудистой системы и почечной недостаточности. Чтобы не навредить здоровью в попытках укрепить иммунитет, нельзя забывать, что организм каждого человека индивидуален. Он же не рассказал, чем закончилась эта ситуация в дальнейшем. Один раз ему повезло, другой раз он может целечься с пневмонией, для него это нормально, а для общего количества людей это может закончиться достаточно фатально. Обтирание мокрым полотенцем обливания и контрастный душ. Первые шаги к такому укреплению иммунитета безопаснее всего делать в домашних условиях. И только после этого переходить к окунанию в море или в других открытых водоемах. Важно понимать, что все это нетрадиционные методы профилактики заболеваний гриппа. И заменить основные они никоим образом не могут. Тем не менее, если вы хотели присоединиться к движению моржей, сейчас самое время для этого. Стефан Филатов, Максим Курчев. Утро нового дня.